В целях пресечения провокаций, вывода формирования вооруженных сил Армении и нейтрализации их инфраструктуры, Азербайджан провел локальные антитеррористические мероприятия. Официальный Баку неоднократно заявлял, что продолжение присутствия в Карабахском экономическом районе Азербайджана формирование вооруженных сил Армении является источником серьезной угрозы для мира и стабильности в регионе. Министерство обороны Азербайджана сообщило, что с учетом обращения представителей армянских жителей Карабаха, поступившего через российский миротворческий контингент, достигнута договоренность о приостановлении антитеррористических мероприятий локального характера 20 сентября 2023 года на следующих условиях. Первое. Расположенные в Карабахском районе Азербайджана формирование вооруженных сил Армении и незаконные армянские вооруженные формирования складывают оружие, оставляют боевые позиции и воинские посты и полностью разоружаются. Подразделения вооруженных сил Армении покидают территорию Азербайджана, незаконные армянские вооруженные формирования расформировываются. Второе. Параллельно сдаются все вооружение и тяжелая техника. Третье. Реализация вышеуказанных процессов обеспечивается в координации с российским миротворческим контингентом. Карабах – это территория Азербайджана, и это признает весь мир, в том числе это уже поняло руководство Армении. Если в свое время оно говорило, что Карабах – это Армения и точка, то сейчас говорит, Карабах – это Азербайджан. И не только говорит, даже не забывает указывать размеры нашей территории. Правда, оно сделало это не по своей воле, а было вынуждено сделать это благодаря железному кулаку. В ходе антитеррористических мероприятий гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры ни в коем случае не являлись целями. Законными военными целями для вооруженных сил Азербайджана являлись боевые позиции, долговременные огневые точки, боевые средства и объекты военного назначения, вооруженных сил Армении и сил сепаратистов. Все они уничтожались точным огнем вооруженных сил Азербайджана. Незаконный сепаратистский марионеточный режим должен самораспуститься, а армянские вооруженные силы, дислоцированные в Карабахском регионе Азербайджана, должны быть разоружены, заявил помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Икмет Гаджиев. Учитывая размещение формированиями вооруженных сил Армении огневых средств вблизи жилых кварталов, оборонное ведомство Азербайджана призвало гражданское население на местах держаться подальше от военных объектов и не поддерживать действия вооруженных сил Армении. Соответствующая информация была разослана армянским жителям Карабахского региона Азербайджана посредством мобильного СМС-сервиса. В то же время население предупреждалось с помощью громкоговорителей и распространяемых информационных листовок. В целях обеспечения эвакуации населения из опасной зоны на Лачинской дороге и в других направлениях были созданы гуманитарные коридоры и приемные пункты. Азербайджан проинформировал об антитеррористических мероприятиях, российский миротворческий контингент, временно расположенный на территории республики, и турецко-российский мониторинговый центр. «Турция, как и всегда, рядом с Азербайджаном», заявил министр национальной обороны Турции Яшар Гюляр в телефонном разговоре с министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым. «Карабах – тюркская земля», – отметил председатель партии националистического движения Турции Девляд Бахчели во время выступления на заседании партии. «Азербайджан не одинок. Пусть Армения не играет с огнем», – сказал политик. «Весь мир признает Карабах территорией Азербайджана. За рамками этого никакой другой навязываемый для него статус никогда не будет принят», – заявил президент Турции Реджеп Таи Пердоган, выступая на 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Турецкий лидер отметил, что Турция поддерживает шаги Азербайджана в направлении защиты своей территориальной целостности, поскольку мы действуем в духе принципа «одна нация, два государства», – сказал он. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, поблагодарил турецкого коллегу за поддержку правого дела Азербайджана. Глава государства разместил публикацию с выражением признательности турецкому коллеге в своем аккаунте в социальной сети X, ранее известной как Twitter. Мой дорогой брат, благодарю за поддержку Азербайджана во время вашего выступления на Генеральной ассамблее ООН. Как всегда, братская Турция и сегодня находится рядом с Азербайджаном и поддерживает нас в нашем справедливом деле. «Азербайджан и Турция всегда вместе, и в хорошие дни, и в печальные моменты. Мы всегда отстаиваем справедливую позицию друг друга в международных организациях. С Шушинской декларацией наши отношения поднялись на уровень стратегического союзничества. И вы, и я, постоянно вспоминая изречение общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева «Одна нация, два государства», являющегося символом нашего братства, ведем нерешимое единство между Азербайджаном и Турцией к новым вершинам». Азербайджан – это многонациональная, многоконфессиональная страна, где живут представители десятков этнических групп. Все они живут в республике поколение за поколением, пользуясь всеми правами граждан Азербайджана. Азербайджанам, которые многие годы проживают в Карабахском экономическом районе, часто представляли искаженную картину ситуации, прививали им тюркофобские мысли и страхи. Азербайджан дает армянским жителям Карабахского экономического района все гарантии безопасности, все права и свободы, которыми пользуются остальные граждане страны. Они имеют все возможности благополучно жить в Азербайджане, разумеется, при условии соблюдения законов страны. Сегодня для простых людей, живущих в Карабахе, создан новый исторический шанс. Они не должны упустить этот шанс. Мы к этому готовы, и азербайджанский народ это знает. Убежден, что армянский народ тоже знает, что я верен своему слову. Мы предлагаем это, и я надеюсь, что наше предложение будет принято. Потому что это предложение основано на логике исторической справедливости, международном праве и будущем развитии. Рассчитано на будущее развитие. Армения не выполнила условия трехстороннего соглашения от 10 ноября 2020 года, касающегося выведения вооруженных сил Армении из региона. После 44-дневной войны Азербайджан предлагал множество инициатив для реинтеграции армян, проживающих в Карабахском экономическом районе, и решения их проблем. Тем не менее, Армения и ее марионеточный режим в Карабахе препятствовали реализации этих планов. Они активно саботировали мирные диалоги, препятствовали восстановлению коммуникаций и сводили на нет все усилия по улучшению ситуации в регионе. В период деятельности незаконного преступного режима в Карабахе на оккупированных территориях Азербайджана были разграблены национально-культурные и природные богатства, в то время как некоторые политики и олигархи в Армении еще больше обогащались. Никакой работы по развитию региона и повышению благосостояния местного населения не велось. Регион превратился в серую зону, где отсутствует закон и порядок, и не действуют нормы международного права. Были созданы условия для незаконных действий вооруженных групп, наркоторговли, транзита наркотиков и оружия. Армянский народ хорошо знает своих внутренних врагов. Граждане Армении не желают больше воевать с Азербайджаном ради бредовых идей. Блогер Роман Багдасарян призвал армян из Карабаха не заниматься провокационной деятельностью в Армении. Громадные крепкие карабахские парни перекрыли улицу в Ереване, так как требуют, чтобы Армения убивала детей из сел, а они кайфовали в Ереване. 35 лет кайфуете вдалеке от своих сел. И что делаете сейчас тут? Многие сограждане Багдасаряна согласны с ним. Каринена Васардян. Дырка от бублика получат, но не наших детей. Гаяне Макарчан. Убирайтесь из нашей страны, негодяи. Сахак Иванес. Раздайте повестки этим уродам, мигом рассосутся. Тем временем перед посольством России в Армении прошла акция протеста. Участники сконтировали антироссийские лозунги, требуя закрытия посольства, связывая это с антитеррористическими мероприятиями локального характера в Карабахе. Владимир Путин 30 лет ставил своих марионеток у власти в Армении, чтобы проводить свою циничную имперскую политику. И так было всегда. Акция протеста прошла и у здания правительства Армении в центре Еревана. Напомним, какие события предшествовали проведению антитеррористических мероприятий. В Ходжавянском районе Азербайджана два грузовика подорвались на минах, в результате чего погибли 6 человек. Служба государственной безопасности Азербайджана квалифицировала инциденты как теракты. В Ходжавянском районе Азербайджана 19 сентября произошла двойная трагедия, а вернее двойная диверсия. На 58-м километре дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша на противотанковой мине подорвался грузовик, в результате чего погибли два мирных жителя – водитель и пассажир. Согласно сообщению СГБ, мину заложила группа диверсантов из числа незаконных армянских вооруженных формирований, которые действуют на территории временной дислокации миротворцев. Второй инцидент произошел там же, в Ходжавянском районе. На другой мине, заложенной армянами, подорвался автомобиль Министерства внутренних дел Азербайджана, направлявшийся к месту теракта. Погибли четыре сотрудника МВД. По обоим фактам возбуждены уголовные дела. С момента окончания Второй Карабахской войны свыше 300 человек в Азербайджане погибли и пострадали при подрыве на минах, установленных армянской стороной. Кроме того, армянские вооруженные формирования 19 сентября также обстреляли азербайджанские позиции в направлении Агдамского района, ранив двух военных. Об этом сообщило Министерство обороны Азербайджана. Таким образом, армяне отвечали на мирные инициативы и предложения Азербайджана, диверсиями и террористическими актами против мирного населения. Эти преступные действия свидетельствовали о нежелании армянской стороны строить добрососедские отношения и идти по пути примирения. Вместо этого они выбрали путь насилия и кровопролития, подрывая шансы на установление стабильного и долгосрочного мира в регионе. Примечательно, что все эти инциденты произошли на фоне новостей о том, что договоренность касательно параллельного использования Агдамской и Лачинской дорог для грузоперевозок вступила в силу. 18 сентября автомобиль Международного комитета Красного Креста с грузом продовольствия и медицинских принадлежностей был направлен из Агдама в Ханкенде для нужд армянского населения. Благодаря достигнутым соглашениям мы доставляем гуманитарную помощь одновременно Палачинскому и Агдамскому маршруту. Мы доставляем пшено, муку, медикаменты. Мы очень рады, что лица, принимающие решения, достигли консенсуса. Надеемся, что это будет способствовать непрерывной доставке необходимой помощи. Кроме того, еще один грузовой автомобиль МККК въехал на территорию Азербайджана через пограничный пропускной пункт Лачин и двинулся по дороге Лачин-Ханкенде. В последние три месяца Азербайджан положил немало сил на попытки объяснить важность и функциональность этой дороги как Армении, так и международному сообществу. Несмотря на то, что на последней встрече в США было достигнуто соглашение о параллельном использовании дорог с 1 сентября, сепаратисты в Карабахе этому препятствовали. Все международное сообщество еще раз стало свидетелем того, что никакой так называемой блокады не было, а была умышленная самоблокада. Политизация гуманитарных вопросов и театральные драмы со стороны Армении и незаконного марионеточного режима, лоббистских групп и некоторых западно коррумпированных политиков и предвзятых СМИ с целью ввести в заблуждение манипулировать и запутать. Маски сорваны, а реальность остается. В Азербайджане нет места серым зонам. Азербайджан решительно заявляет, что не потерпит каких-либо серых зон на своей суверенной территории. В то же время Баку вновь подтверждает готовность обеспечить права и свободу всех граждан, включая этнических армян, проживающих на территориях Азербайджана. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова